Всем привет! Надеюсь, эта музыка не будет перебивать меня. Сегодня я решил подняться повыше. Я уже был на этой горе. Конечно, все не просто так, и место облагорожено, потому что оно несет некий религиозный характер. На вершине этой горы стоит Иисус. Ну, конечно, единственное, что мы до него дойдем. Продолжение следует... Здесь есть несколько смотровых площадок на разных уровнях. Вот, собственно, одна из них. Сейчас поднимемся, посмотрим. Ну, а я подглядел маленькую хитрость вьетнамцев. Они ходят по диагонали. То есть тогда шаг становится более привычный. Примерно вот так. Да, это дольше, возможно. Зато сохранишь силу. Явно не самодельно, потому что каждая скамейка здесь подписана какими-то именами. Не знаю, конечно, за какие заслуги можно получить такую надпись. Возможно, это люди, которые содействовали каким-то финансовым или другим способом. Каждые 50 ступенек есть отметка. Наверное, чтобы ты не забывал, насколько великий подвиг ты совершаешь. Хотя бы для самого себя. Идем дальше. Сейчас где-то около двух часов дня, и подъем несколько осложняется палящим солнцем. Но я дойду до конца. Извиняюсь за одышку. Очередная смотровая площадка. В этом плане здесь очень все классно сделано. Но в любое время ты всегда можешь найти где-то место, где ты можешь просто сесть, посидеть, посмотреть на море, укрыться от солнца. Просто побыть наедине с собой. Тут так с краешку стоит, никому не мешает какое-то подобие доминой печи. Это очень похоже на какую-то разновидность кактуса, судя по колючкам. Но какой-то мутантский кактус. Когда ходишь по таким местам, нужно просто смириться с шорохом в кустах и в траве. Потому что если пугаться каждого, никаких нервов не хватит. Всем, кто смотрел фильм «Большой куш», надеюсь, известно, что означает это слово. Но для всех остальных картинка поясняет. Здесь воруют. Ну что, я прошел порядка 450 ступенек. И моя первая рекомендация для тех, кто все же окажется здесь и решит подняться на гору, это не ходите в 2 часа дня. Советую пойти ближе к закрытию, наверное, где-то часов 4. Очередная площадка, переходящая просто в какую-то дорогу. Если вот туда смотреть, то, ну, это не джунгли. То есть здесь джунглей нету. Джунгли, они немножко в глубине материка. Здесь просто такой чисто карельский осенний лес. Я нашел как минимум одну причину в пользу того, что я сюда пошел. Ну, собственно, я дошел до места, которое можно считать концом этой дороги. Потому что там стоит дом, а перед входом на эту дорогу стоит знак, что сюда ходить нельзя. Ну, я решил дальше не ходить. Там просто петухи бегают, явно кто-то живет или работает. Поэтому пойдем обратно. Это не странно, но для народа, который живет у моря, фактически на море, вьетнамцы достаточно боязно относятся к купанию. Они не заходят никогда по одному в воду. Они всегда стараются заходить группой и не заходят очень глубоко. И когда какой-то европеец, ну, типа меня, заходит дальше, тогда они начинают заходить дальше. Пока кто-то не зайдет дальше, чем они стоят, они глубже не пойдут. То есть в среднем они стоят, ну, где-то по поясу. И на этой глубине как бы открывает волна прям с головой. Поэтому они дальше не ходят. Я еще пошел сюда, потому что здесь пологая поверхность. И можно немножко расслабиться и отдохнуть после лестницы. Потому что это еще не вершина. Там еще последний рывок. Ну что, последний рывок. На плечах у Иисуса я вижу людей. Я не знал, что туда можно подняться. И если сейчас получится, то я постараюсь туда забраться. Что, смотровых площадок, конечно, тут хватает. Поэтому даже очень невыносливые люди всегда могут сойти с дистанцией и передохнуть. Ну что, пустили. Бесплатно. Ну, поясили, разница. Интересная, какая защита. Если ушли, то было бы окей. Сейчас посмотрим, кто садится. Ладно, начну спускаться. Ну что, вот я спустился. Сейчас покажу вам орудия, которые остались здесь с военных времен. И две штуки. Одна с этой стороны, другая с той стороны. Не маленькие, конечно. Историческую справку я вам не дам. Но так оценить размер хотя бы можно. Вот такая вот она вершина. Сейчас будем спускаться. Я уже внизу. Как по мне, так получилось очень даже занимательная проходка. Для меня она была интересна тем, что я смог попасть в места, в которых не был в первый раз. Ну и надеюсь, вам тоже понравилось. Что, я прошел порядка 450... Многие вообще плавать не умеют. Ладно, не многие. Некоторые. Ладно, я всех не знаю.